Ну что, коллеги, давайте начинать. Сегодня у нас очень интересный доклад, потому что о механизме внимания, но не там, где мы все привыкли видеть механизм внимания в нейронных сетях, а механизм внимания в деревнях решениях. Сегодня у нас выступает Андрей Константинов из Политеха. Андрей, вам слово. Спасибо за представление. Я предлагаю структурировать этот доклад таким образом. Сначала обсудить в целом механизм внимания, скажем так, его математическую основу, он достаточно простой. Дальше перейти к ансамблям деревьев решений, рассмотреть мягкие деревья, как они могут сочетаться со вниманием. И дальше перейти к классическим деревьям. И самое интересное, как они могут быть улучшены, модели на их основе с помощью внимания. Для начала хочется немного сузить тему до задач на табличных данных, потому что, как правило, для них деревья решений являются основным инструментом. На табличных данных сложно делать агментации, поэтому с выборками малых размеров достаточно тяжело работать. Кроме того, там содержатся нечисловые типы зачастую. Ну и многие другие проблемы, такие как различные линейцы измерений различных признаков и так далее. Задачи, которые нас интересуют, как просто классификация регрессия, так и более сложные задачи, такие как анализ вышибаемости и условный эффект лечения или conditional refresh treatment effect. Сам механизм внимания может быть так кратко представлен, как способ по некоторому набору парк ключ-значения и запросу получить, грубо говоря, ответ на запрос. Он появился из задач обработки последовательности естественного языка, где необходимо работать с произвольным количеством кодов и является естественным математическим решением такой задачи. Значит, по математическим может быть представлен как взвешенная сумма векторов значений, где веса определяются как распределение вероятности. Зависящее от некоторых оценок, близости, ключа к запросу. Чаще всего вот эта функция определения соответствия вычисляется как скалерное произведение, но существует множество других вариантов, это не принципиально. Вообще говоря... Можно сразу предыдущий слайд? Да. То есть у нас в итоге что получается? То есть у нас получается вектор, правильно? Или матрица здесь? Да. В данном случае записано в форме для вектора, то есть здесь v, it — это вектора, и мы вот в этом базисе v, it — их собираем вектор, взвешивая v, it — из коэффициента. А зачем так странно вектора складывать из базиса? Ну то есть у нас есть, на входе есть какое-то произвольное количество этих векторов, it — мы хотим из них собрать какой-то единый вектор, чтобы дальше можно было с ним работать, потому что нейронная сеть имеет конечное количество входов. Вот мы таким образом как бы агрегируем их. Ну и softmax здесь стоит для того, чтобы просто сумма была равна единице. Да, да. То есть вот, ну, это я назвал как раз распределением вероятностей вот по, в смысле, калмогровской аксиоматике. Все, что неотрицательное в сумме единицы, да это распределение вероятности. Ну я-то тоже склонен так считать. Хорошо. Ну то есть, почему называется механизм внимания? Да, с точки зрения нейронных сетей, вот эти веса, которые у нас получаются, считаются некоторым коэффициентом внимания к ключу каиты. То есть мы среди... Где больше вес, туда как бы сеть больше обращает внимание, получается. Да. Ага, спасибо. Да, ну в языковых моделях таким образом собираются вектора контекста, которые необходимы для того, чтобы более корректно данные токены интерпретировать. То есть, да, мы можем заметить, что вообще говоря, механизм внимания сам по себе является ветерной регрессией на Дарая Водсона. Если запрос это некоторая новая точка X, ключи это точки, обучающие выборки X и T, а значение Y и T, то вот такая оценка Y, где веса считаются путем нормирования ядра. Веса, это классическая ядерная регрессия. Если взять, например, гауссовое ядро, то веса получаются как раз софтмаксом от минус-евклидового расстояния, что очень напоминает формул классического аттеншена. Вообще говоря, если мы возьмем вектора входные на сфере, то строго получится даже формула такая же, как в классическом аттеншене со скалерным произведением. Ну, на самом деле, нам никто не гарантирует, что точки на сфере, но если это, например, происходит внутри нейронной сети, то там вполне можно потребовать, нормировать эти вектора и получать вот в чистом виде регрессию на Дарая Водсона. Ну, то есть, а какая получается у этого интерпретация? Пока не очень понятно. То есть, для чего обычно используется регрессия на Дарая Водсона? Ну, обычно регрессия на Дарая Водсона используется просто как модель регрессии. То есть, насколько я понимаю, это такой аналог в каком-то смысле каближащих соседей только для регрессии? Да, это мягкие каближащих соседей. Еще это очень похоже на SVM, только тут не отобраны точки опорные вектора, собственно. Тут используются все точки. Ну, да. Чем ближе, тем больше как бы веса точки получается. Да, да. А, и то есть, получается, что веса, то есть, в итоге мы распределяем тоже как бы вниманием. То есть, чем точка ближе, тем больше на нее внимания. Да, да. Все, понятно. Да, соответственно, получается, что вообще attention сети, естественно, было бы применять для задач регрессии. Сразу потому, что это и так и есть регрессии, только параметризованные, где предварительно, можно сказать, вычисляются некоторые эмбейдинги, и дальше по ним считается ядро. Однако для классических задач это ничем не лучше, чем обычные нейронные сети. Тут не очевидно, в чем преимущество, потому что можно было бы просто построить сеть, в которой не приходилось бы перебирать все точки обучающей выборки на каждом этапе предсказания. Плюс тут еще при обучении надо пересчитывать эмбейдинги для точек датасета. Но преимущество появляется, когда есть, например, группа задач, где одинаковое пространство признаков, но различные целевые переменные. Тогда мы можем обучить единое преобразование в некоторое высокоразмерное пространство. Вот, кстати, если вспоминать, как в SVM-ах появлялись ядра, там в какой-нибудь даже в бесконечном мире пространство отображалось, в данном случае мы буквально берем нейронную сеть, которая просто в какой-то размерной скорректуре отображает. И дальше можно, обучив на нескольких примерах таких задач, применить ядерную регрессию на новые задачи, имея маленький размер обучающей выборки. А что нам это дает? То есть почему нельзя просто на каждую задачу обучать сетку отдельно? Да, ну, там может быть слишком маленькое количество точек, чтобы можно было обучить сетку хорошо. То есть это какой-то способ учитывать данные из другой задачи, но из того же пространства признаков для использования как бы в новой задаче. Интересно. Да, ну вот, например, у нас была такая работа для условного эффекта лечения. Там даны два набора данных. Control – это данные пациентов, грубо говоря, до лечения, которых много. И маленький еще датасет пациентов после лечения. У них функции зависимости от признаков различные. Ну, то есть после лечения какие-то свойства меняются в организме. Требуется найти эффект, то есть разность между. И там такой подход с ядрами работает хорошо. Там, кстати, есть некоторые дополнительные нюансы. У нас немного на другую тему доклад, но в целом отработает. Да, вот теперь возвращаясь к деревьям решений. Поскольку у нас есть явные преимущества у деревьев решений на малых выборках для табличных данных, хотелось бы использовать их для таких задач. Соответственно, первое, что приходит в голову, то, что, вообще говоря, сами деревья решений тоже являются в некотором смысле attention по листьям. Деревья представляются в форме линейной комбинации листьев с индикаторами принадлежности к листу. Есть различные способы того, как можно этот индикатор принадлежности к листу раскрывать. В последних работах часто используют вложенные индикаторы. То есть путь, точка принадлежит к листу, если она проходит по каждому узлу в нужном направлении, если высота дерева, например, h, то надо, чтобы h раз, как минимум, мы прошли в правильном направлении, чтобы попасть в лист. Такое представление достаточно интересно, потому что позволяет переводить сами деревья в нейронные сети. У него есть некоторый недостаток, потому что, если брать и приближать индикаторы некоторыми, например, сегмоидами, то у нас не будет выполнено условие на то, что веса — это распределение вероятностей. Если мы заменим сегмоиды на softmax, то мы тогда свяжем вместе все эти предикаты по листям, и получится настоящее распределение вероятностей. Тогда в пределе, ну, поточечно в пределе, такая схема будет давать исходное дерево решения. Разумно тогда... То есть, что в итоге у нас... Если можно расширять все-таки переменные, вот здесь финальная формула, что есть v, что есть a, что есть x. x-точка, понятно. Да, x-точка, l — это лист дерева, и v — это значение, которое записано в лист. Предсказание дерева... Ну, например, да. Да, и мы комбинируем эти распределения. Вот в идеальном случае альфа получается таким ванхот-вектором, где единичка стоит у листа, в который попадает точка. Вот. Соответственно, можно это все дерево представить в виде такой нейронной сети, у которой первый слой вычисляет все предикаты, следующий слой вычисляет комбинации предикатов, соответствующие путям до каждого листа, и далее применяется softmax, и умножается на вот эту матрицу значений. Но это работает только если у нас в фазе trees, да? Ну, ничего. Или мягкие деревья, или ничего. Да, да. Вот есть достаточно много попыток было сделать деревья потом обратно жесткими. Есть буквально пара статей, в которых говорят, что удалось, но вот у нас не получалось. Это довольно сложно. То есть если устремлять буквально там эту таву к бесконечности, то сеть просто не сходится. Ну, то есть весь прогресс, который был на работу, он теряет. А то есть штука в том, что мы теперь можем обучать таким образом деревья не как деревья, а как сети. То есть не перебирать признаки там каждый раз, чтобы сделать разделение, да, а воспользоваться градиентным методом. Да, да. Здесь плюс в том, что изначальная структура деревьев, она может быть полезной достаточно для решения задачи, и дальше можно пожертвовать тем, что это будут нейронные сети, а не деревья, и их дообучить. Вот такой подход, он полезен для многовариантного обучения. Многовариантное обучение – это когда… это задача классификации, в которой метки сопоставлены не каждой точке, а некоторым группам точек. Известно, что если хоть у одной точки в группе истинная метка, которая неизвестна, была равна единице, то метка группы тогда тоже равна единице. В противном случае, если все метки, точек в группе равны нулю, то метка группы – ноль. И надо построить такую функцию, которая сможет принимать на вход группу точек. Можете пример задачи? Пример – значит, большой, очень большой снимок гистологии, например, медицинское изображение, которое нельзя целиком посумить в память, построить обычную нейронную сеть. Кроме того, таких изображений достаточно мало, там десятки штук всего. И мы можем нарезать его изначально на кусочки, на патчи, и сказать, что для каждого патча мы метку не знаем, но мы знаем метку для всего изображения. А хотели бы восстановить метку, разметку по патчу. А, то есть у нас, условно говоря, есть инструкция, ну, то есть у нас есть разметка одного изображения экспертная, который сказал, что вот здесь есть такая патология. Но где конкретно – нету, то есть просто метку для всего изображения. Мы размечаем на патчи и говорим, что вот где-то здесь и для каждого патча тоже есть. Ага. То есть делаем мы это именно только из-за того, что все изображение не влезает в память, и поэтому нам надо патчами грузить. Или есть какие-то еще дополнительные бонусы такого подхода? Ну, вообще говоря, вот, да, дополнительные бонусы, конечно, в том, что меньшее количество изображений можно использовать в таком случае. Вот. Вообще говоря, в принципе, корректно любые задачи детекции ставить тоже таким же образом в формате многовариантного обучения. То есть когда разметка там, например, что лицо есть на изображении, тоже, по сути, не говорит, где лицо. Это тоже многовариантное обучение. То есть если там на изображении больше, чем одно лицо, все равно лицо есть, если на изображении ноль лиц. Ну, понятно. А вот такой вопрос. То есть если уж мы про медицину заговорили, может здесь быть этот же подход использован, например, для разметки опухолей на снимках? То есть когда доктор выводит какой-то контур, да, но там не все рак, а вот какая-то часть, потому что он может какие-то здоровые клетки тоже в контур ввести. И мы, то есть не для каждого пикселя, опять же, для какой-то области говорим, что там есть. Да-да-да, разумеется. Это работает как бы, ну, можно патч разбить опять на несколько патчей и так далее. Интересно. Да, ну, также вообще, вообще говоря, существуют еще табличные задачи в математике по инстинкционерам, ну, там иногда тяжело получить просто со сметки, если там несколько каких-то событий происходило с какими-то факторами и известны только в результате совокупности событий результат, то вот тоже можно применять семейство. Для таких задач совершенно естественно использовать механизм внимания, но поскольку нам требуется построить функцию множества, она должна быть инвариантна к перестановкам элементов, поэтому она, вообще говоря, представима в виде вот некоторой внешней функции ПСИ от суммы внутренних функций ФИ. То есть, ну, если что-то инвариантна к перестановке, то это всегда можно так представить. И идея использования здесь механизма внимания в том, что если мы знаем, что достаточно одной точки для того, чтобы вся группа считалась, что имеет положительный класс, то мы можем вот этими весами фокусироваться, пытаться сфокусироваться на нужном элементе. И тогда, если мы обучим такие веса, то мы сможем указать сразу, кто виноват. Этот подход еще в 2018 году предложили, ну, почти сразу после того, как механизм внимания стал популярным. Мы его также расширяли, делая множество внимания на разных уровнях, что позволяет учитывать, ну, скажем так, различные прототипы, то есть могут быть не один, скажем, шаблон опухоли, а их может быть большое множество различных, и мы можем сопоставить, какому шаблону ближе точка. Ну, таким образом, подход получается чуть более точным. Возвращаясь к деревьям решений, мягким, их можно скомбинировать с этим механизмом внимания после них, сделать мягкими и обучать нейронную сеть в целом. Причем основная идея для многоварентного обучения известно, что случайный лес – это довольно хорошее начальное приближение, потому что случайный лес очень устойчив к выбросам в обучающей выборке, и мы можем его обучать на ненастоящих метках. То есть мы можем взять метку группы и сказать, что каждая точка в группе имеет эту метку. Это, вообще говоря, неправильно, но на такой разметке все равно можно обучить хорошо случайный лес. Ну, вот это, например, работает в распознавании картинок. Как мы обучаем здесь лес? То есть все еще как обычно? Да-да-да, то есть ему просто подается метки, которые не всегда корректны. Такой подход работает в глубоком лесу. Есть такая структура, которая деревьями сканирует изображение, и вот там это сканирование – это, по сути, как раз многовариантное обучение, но вот там такой наивный подход используется, что лес просто все сгладит сам. Вот. Мы хотим воспользоваться этим преимуществом леса, поэтому мы берем лес, строим на таких метках, дальше смягчаем деревья и превращаем все в нейронную сеть. Ну, вот обратно в деревья мы уже превратить не сможем, но ничего страшного, если мы хотим просто эту задачу лучше решать. Схема получается в таком виде. У нас есть, ну, back – это группа точек. Каждая точка идет в лес. Это один и тот же лес. В листьях получаются какие-то предсказания. Ну, вообще говоря, там мягкие деревья, поэтому уже не один лист выбирается. Вот некоторые вешенные комбинации. На выходе леса каждого свой эмбэддинг. И эти эмбэддинги с помощью attention превращаются в эмбэддинг группы, которые характеризуют всю группу, и дальше его можно классифицировать. Таким образом можно все обучать end-to-end. Вот здесь мы можем, за счет того, что деревья стали мягкими, мы можем подвинуть какие-то решающие правила, их адаптировать под, ну, чтобы оптимизировать функцию потерь. Вообще говоря, если мы этим пожертвуем, если мы не будем менять деревья, а будем менять только attention, то тогда деревья могли бы остаться жесткими. Потому что мы все равно могли бы найти, в какие листья приходит точка. В этих листьях все равно могут быть обучаемые эмбэддинги. И даже несмотря на то, что деревья жесткие, эти эмбэддинги можно обучать. Вот на этой идее примерная основа на то, о чем мы будем говорить дальше. То есть мы дальше переходим к жестким деревьям, чтобы иметь все преимущества по работе с табличными данными. Классические жесткие деревья, они, по сути, это разбиение пространства на сегменты близких с точки зрения задач точек. В листьях у них находятся, можно считать, что там не только средние значения, а там сами обучающие примеры. И лист, он характеризует точку. То есть можно, грубо говоря, составить вектор, кодирующий любую точку с точки зрения леса на основе индексов листьев, в которые он попадает. Кроме того, чем лучше, чем ближе точка к точкам в листе, тем больше это дерево из леса подходит для предсказания конкретно этой точки. Вот сама по себе структура дерева может быть полезна для того, чтобы дальше решать либо ту же самую задачу пытаться построить более точную модель, либо даже новую задачу решать, в которой пространство признаков такое же. На этой идее строится attention-based random forest. Для начала посмотрим простую версию. У нас есть вектор признаков листа. Он зависит от x в том смысле, что по x мы определяем, в какой лист попадает точка. И дальше просто считаем средний вектор признаков в том же листе. И то же самое с значением целевой переменной. Далее классический случайный лес. Это взвешенная комбинация с равномерным распределением. Мы предлагаем заменить равномерное распределение на веса. Так же, как это делается в механизме внимания. То есть мы делаем внимание по деревьям. Стараемся обращать больше внимания на те деревья, у которых наша входная точка ближе к представителю листе. Вот здесь это показано на рисунке. Значит, представитель в листях обозначен такими перевернутыми треугольниками. Входная точка по сути она в том же пространстве находится. Мы можем посчитать ядерную регрессию на деревьях. При этом, если точка бы попала в другой лист, то изменился бы и представитель этого дерева. Здесь как бы лес это некое такое разбиение пространства на важные участки. То есть вместо того, чтобы просто смотреть расстояние, потому что оно может быть там, может быть, точка далекая, но важная, может быть, близкая, но важная. Мы не знаем, насколько близко, насколько именно само расстояние оно должно как бы вносить свою метрику в решение. А здесь мы говорим, что вот у нас есть куча регионов, и именно эта региональность важна. В каком смысле используем региональность в качестве расстояния, правильно получается? Да. Да. Ну или мы называем это структурой. Ну да, структура может быть разная, здесь мы именно выделяем области в пространстве. Да. Соответственно, хотелось бы еще, ну мы понимаем, что деревья построены случайным образом, ну частично случайным образом, в смысле, что в случайном лесу они строились на подвыборках, даже там на случайных подножствах признаков, поэтому какие-то деревья могут быть лучше, какие-то деревья могут быть хуже, и разумно ввести обучаемые параметры, которые будут характеризовать деревья. Но при этом требуется сохранить, чтобы свойство, что висает распределение вероятностей, когда будем задавать распределение вероятностей на деревьях и комбинировать его с распределением вероятности, которое считалось через внимание. Совмещать эти распределения проще всего через модель засорения, тут эпсилон от нуля до единицы, и за счет того, что выпуклая комбинация, альфа остается всегда распределением вероятностей. Здесь обозначим за p эти веса, которые считаются в зависимости от близости к листьям, а за q эти статичные веса. Можно это интерпретировать так, что qэпсилон задает некоторый маленький симплекс, и мы отображаем любую точку p, а она может произвольно меняться в зависимости от входа, мы ее отображаем всегда внутрь этого симплекса. То есть, если мы соптимизируем q, то мы можем выбрать такой участок распределения вероятности, в котором предсказания будут наилучшими с точки зрения какой-то функции потерь. Ну, собственно, функцию потерь можно сдавать просто квадратично, и тут довольно красиво то, что в таком случае у нас получается линейность самого предсказания по обучаемым параметрам, и для квадратичной функции потерь это получается задача квадратичного программирования с линейными ограничениями, то есть она легко быстро решается и гарантированно решается. также можно делать линейную задачу, там будет несколько больше переменных, но по сути то же самое сохраняется, по сути используем L1 функцию потерь. Кроме того, можно заметить, что в евклидном расстоянии мы не учитывали никак то, что некоторые признаки, вообще говоря, могут не влиять на результат, и они бы у нас очень сильно, точнее, не должны влиять на результат, они у нас сильно влияют. Поэтому разумно ввести еще веса признаков через проэлементное произведение. Также мы пробовали еще различные каким образом могут учитываться веса деревьев, то есть они могут быть аддитивными, мультипликативными. мы сравнивали разные варианты. Тут очевидно в оптимизации уже не получится сделать квадратичную задачу, потому что тут существенно нелинейные функции, но ее при этом можно спокойно оптимизировать кредитными методами. Единственный нюанс, что у нас есть ограничения на принадлежность симплексу, но вот тут можно воспользоваться трюком из нейронных сетей. Мы можем оптимизировать некоторую вспомогательную переменную омега, а далее считать от нее софтмакс, и тогда этот софтмакс уже будет удовлетворять ограничения. Этот трюк он плохо работает, вообще говоря, поблизи к границам симплекса, то есть там получается такая очень медленная исходимость из экспонента, но у нас W как раз желательно, чтобы было ближе к центру, поэтому это не вызывает больших проблем в данном случае. То есть мы бы наоборот не хотели, чтобы у нас выродилось распределение в какой-то там занулило полностью часть деревьев. по эмпирическим наблюдениям простая ядерная регрессия, здесь она в таблице обозначена как после исходного леса, как софтмакс, она не дает существенного улучшения, иногда улучшения есть, но в среднем примерно так же, как исходный лес. Дальше эпсилон засорения, введение этих весов W, оно улучшает результат всегда, и обучаемые веса признаков часто повышают точность, но это ценой того, что возникает большее число параметров и задача, которая, ну, не квадратичная задача. Здесь вот на этих задачах, как бы, Ramna Forest это Soto, State of the Earth, или, ну, то есть, или просто хотелось с деревьями сравниться. То есть, если тут какие-то методы, которые побеждают в Ramna Forest. Да, вот в данном случае здесь сравнение с тем же Random Forest, который используется для дальше, для предсказания, мы вообще сравнивали с разными моделями. Тут там примерно одинаковая как бы тенденция в результатах, числа, абсолютные значения там разные. Вот если взять чрезвычайно случайные деревья, у них результаты будут заметно выше, и они будут ровно так же улучшаться нашим методом. Вот. Я думаю, что можно с уверенностью сказать, что Soto здесь градиентный бустинг должен быть с какими-то модификациями. Вот. эти методы можно применять также к градиентному бустингу. Об этом мы еще к этому дважды вернемся. Да, еще по поводу того широты, к чему можно применять методы такого семейства в анализе выживаемости деревья решение это довольно нетрадиционный метод первоначально, который позволяет получать очень хорошие результаты. Сам анализ выживаемости тоже очень интересная задача. таны вектора признаков, времена событий и метка вообще произошло ли событие. Если метка единица, то событие произошло в этот момент времени, если метка равно нулю, то событие на этот момент не произошло, может быть оно произойдет в будущем, когда-то может быть не произойдет. Задача такая, где входные данные могут быть очень неопределенными. А целью является построение функции выживаемости, то есть вероятности то, что событие произойдет после некоторого момента. Вероятность дожить до события. Также есть эквивалентно совершенно в других областях коммунитивные функции риска применяются. Они взаимосвязаны, поэтому можно говорить о чем-то одном из двух. случайный лес для таких задач строится по другому критерию, не как по классификации. Там, если краткая идея такая, что когда нужно построить разбиение узла, для левого и правого подзерева будет одна и та же функция риска, если логранг статистика близка к нулю, поэтому если мы модуль логранг статистики максимизируем, поддеревья получаются максимально разные. Ну, то есть там есть хороший сплит критерий и дальше в каждом листе, вот в чем серьезная особенность этой задачи, в каждом листе собираются наборы точек, по которым строится дальше оценка безусловной выживаемости, это вообще говоря, функция. Они ступенчатые, их, конечно, можно представить векторами, если задать какую-то сетку, но это существенно отличается от традиционных регрессионных задач. Вот, в случайном лесу дальше, как и в обычном лесу, усредняются выживаемости, ну, в данном случае, риски каждого дерева и мы можем здесь поменять опять равномерное распределение на некоторое распределение, зависящее от близости точек к листьям и некоторых обучаемых параметров. Делаем примерно такой же прием, но здесь совершенно другая функция потерь. Индекс конкордации говорит, что для каждой точки, в которой событие произошло, для всех точек, в которых событие произойдет после, ну, или не произойдет, риск должен быть выше, чем на текущий момент. То есть, это такая согласованность, ну, или правильное ранжирование. Вот, даже для такой функции потерь оказывается, что можно обучить эти параметры, так, чтобы построить более точный лес выживаемости. После некоторых трюков можно получить задачу на минимизацию и заменить индикатор на, ну, на лилу, по сути. Такая замена, она правомерна в задачах на минимизацию. она не совсем точная, но начиная с единицы, вот эта функция, она ограничивает сверху индикатор. Соответственно, ее минимизация примерно оптимизирует все индексы. Вот, при обучении таким образом получается построить более точную модель. Опять, результаты такие же, как в задачах регрессии, но для совершенно другой области, повторяется. Далее, очень, очень интересно, можно ли применять этот механизм к градиентному бустингу, градиентный бустинг обычно лучше, чем ансамбль независимых деревьев. есть два варианта применения. На данный момент мы реализовывали только второй вариант. По простой схеме у нас есть еще потенциал, можно построить еще более совершенные наши методы применить к градиентному бустингу. На данный момент мы использовали перевзвешивание деревьев, когда мы подразумеваем, что изначальный ансамбль это усреднение деревьев, ну просто умноженных на число деревьев. В таком случае мы можем опять ввести веса у каждого дерева. Это приводит к некоторой проблеме, на которой есть решение эмпирического плана. Вообще более корректно было бы сделать виртуальный ансамбль бустингов, когда считается, что частичные суммы бустингов сами по себе являются разными полноценными моделями, которые можно усреднять. Есть такой подход например для того, чтобы оценивать неопределенность предсказаний. И там вообще помогает, достаточно интересная работа есть на эту тему, но не наша, к сожалению. Ну, то есть вопрос такой, вы уже несколько результатов показали, а есть где-то какие-то задачи, для которых действительно прирост какой-то радикальный или используемость метода повышается сильно. Прибавлять по долям процента это тоже дело благородное, но тут вопрос, может нам этот что-то дать метод, кроме доли процентов? Ну, там достаточно существенные приросты бывают, но если вопрос как бы в том, можно ли что-то принципиально другое делать, то да, по сути построенный ансамбль, его нельзя дообучать нормально, адекватно, адаптировать для новой задачи, а такой подход позволяет это делать. То есть мы можем брать опять новые данные, у меня будет пара простых иллюстраций на эту тему или комбинацию с нейронными сетями, но по сути да, можно делать transfer learning, можно пытаться делать fused learning, когда маленькое количество обучаемых параметров, ну да, примерно так. Так, да, в общем, с радиатным бустингом, виртуальный ансамбль бустингов, он там накладывает некоторые ограничения на монотонность весов по сути деревьев, и мы пробовали с этим ограничением делать, проблема в том, что когда мы хотим в таком простом виде задавать веса внимания, нам надо выбирать какого-то представителя каждого дерева, если речь идет о деревьях отдельно, то у каждого дерева понятно, что такое представитель, это среднее в листе, например, среднее. А если есть частичные суммы, вот эти бустинги, их надо сравнивать, то там уже непонятно, что является представителем. Вот, поэтому это вообще говоря, становится понятным, если использовать дальше более сложный attention с нейронными сетями, но вот на данном этапе мы использовали второй подход, и в целом основной трюк эмпирический, который работает для того, чтобы не было проблем с зависимостью деревьев, то, что мы вводим коэффициент дисконтирования, который уменьшает, ну, с номером итерации, уменьшает влияние дерева, потому что фактически при построении кредиентного бустинга каждая следующая модель, она гораздо меньше, чем предыдущая, должна быть, ну, ее распауз. Ну, там, это же на автомате получается в градиентном бустинге, если... Да, 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 мы далее перевзвешиваем эти модели, и мы хотим гарантировать, что следующие модели не будут получаться большого веса. не нарушалось. Да, да, ну, по сути, мы не хотим просто размывать предсказания начальных моделей последних, из-за того, что у нас Softmax робировку делает. Также еще другой способ построения виртуального ансамбля, когда есть одно дерево решений, мы можем его представить, ну, не его представить, точнее, превратить его в ансамбль нескольких деревьев решений, каждый, они все с общим корнем, и каждое дерево будет до катой глубины, то есть вот одно дерево разбили на первый узел, на дерево глубины один, и дерево глубины два. Дальше мы можем уже сопоставить этим деревьям веса, таким образом можно попытаться избавиться от потребности подбирать глубину дерева. Ведь обычно глубина дерева слишком большая может привести к переобучению. Тут если есть небольшой нюанс, что обучающая выборка, если остается той же самой, то тогда ее ровно так же не хватит весов, не хватит обучающей выборки, чтобы занулить вес лишней глубины. Но при использовании другой выборки, адаптации к другой задаче, это можно сделать. Вот, также еще небольшая проблема, что число параметров возрастает, то есть опять выборка может потребоваться большего размера, то есть идеи интересные, для маленьких задач слава применим. Проблемы, которые возникают с переобучением иногда могут быть связаны с выбросами и выбросы мы по сути можем сглаживать тоже используя attention, self-attention можем бэккаты, это напомню среднее предсказание в листе мы можем предсказание представлять предсказание одного дерева представлять через предсказание остальных деревьев, таким образом сглаживая его. Если мы будем... А как сглаживать дерево? То есть было предсказание катого дерева, мы среди всех остальных деревьев, кроме катого, выбираем берем метки по близости к катам. Если катой было выбросом, тогда мы точно не сможем получить, восстановить этот выброс через другие деревья. Не очень понятно, если честно. У нас есть дерево, мы находим ближайшие деревья. Или одно дерево. Сейчас, мы в дереве получили предсказание, и дальше мы хотим с помощью остальных деревьев, их предсказаний, приблизить предсказание этого дерева. Это по сути традиционное удаление шумов, например, если есть картинка и какое-то окно. Ну, Окей. У нас есть другие деревья, ну, хорошо. А как мы выбираем деревья, с помощью которых мы приближаем предсказание? Если у меня будет второе дерево, в котором тоже есть этот шум, с таким же предсказанием, то я тогда сразу приближу и мы все. Да, да, во-первых, такая проблема действительно может быть. Это зависит от датасета, но мы придумали разные способы задавать вот эту бету. Один из способов на удивление показывает очень хорошие результаты именно в плане борьбы с выбросами. по сути как бы гарантии дать нельзя, но тут для тех точек, для которых не происходит, оно помогает, поэтому насколько-то можно снизить, но гарантии нет. логично. да, да, ну и мы защищаемся от выбросов, которые возникают из-за того, что дерево неправильно построено, скорее, вот таких выбросов. Понятно. Да, тут опять математически интересно, что получается опять квадратичные задачи, даже несмотря на то, что вот казалось бы есть такая проблема, что если расписать Y, он будет зависеть от произведения WU-каты в риты, это уже квадрат, ну и дальше если квадратичная функция потерь, то это уже получается не квадратичная задача, но оказывается, что тут можно просуммировать по WU-катам, получается все равно линейность сохраняется, и мало того, если мы будем использовать сначала мы один раз представим Y через другие листья, другие деревья, после чего опять повторим ту же самую процедуру, и так несколько раз все равно сохранится линейность папорами. Это просто такой интересный, красивый факт, который позволяет решать это опять как задачу квадратичного программирования. Вот виды весов могут быть как минимум в трех форматах, non-local minst denosing это как раз когда игроки сами себя пытаются сгладить, также можно просто в формате классического attention, и у нас очень хорошо заработал вариант, когда снижается влияние сильно отличающихся деревьев за счет того, что мы делим расстояние между листьями разных деревьев. Но это исключительно эмпирическое наблюдение, как певицы было. Более мощную модель можно построить, добавив еще такой элемент ядерную регрессию внутри самого листа, вместо того, чтобы считать средних представителей, можно считать средневзвешенных представителей, опять через ту же регрессию на Drive Отсона. Кроме того, у предыдущих моделей был недостаток, что надо было подбирать Tepsilon параметр засорения и температуру. Мы думали, что можно вообще говоря, смотреть на разные масштабы, то есть задавать не одно распределение P, а семейство, у каждого из которых разные температуры и обучаемые параметры засорения. Тут опять возникает нюанс тем, что произведение переменных не дает квадратичной задачи, но можно переформулировать так, чтобы опять была линейность по параметрам. Конечно, полностью избавиться от гиперпараметров нельзя, чтобы поскольку тут уже довольно много весов, может возникнуть переобучение, и поэтому разумно эти веса ограничивать так, чтобы модель не вырождалась из тех на д. Либо снизу, либо можно их сверху чем-то ограничивать, иначе модель очень легко поставит один вес там единицу, грубо говоря. По экспериментам мы сравнивали много разных форматов моделей, оказывается, что комбинация всех этих приемов лучше, чем какой-то один, но основной недостаток таких моделей в том, что параметры регрессии на Дарая Водсона внимания, они не обучаются таким образом. То есть мы перевзвешиваем эти веса оптимальным образом, но внутри там также остается их кредо в расстояние. Поэтому мы решили перейти к комбинации с нейронными сетями. Вообще возможно два принципиально разных способа комбинации с нейронными сетями, когда нейронная сеть до и после деревья хорошо работает, но только если нейронную сеть можно обучить нормально. Мы наоборот стремимся решать задачи, у которых на вход деревьям подаются табличные данные, еще и маленькое их количество, а дальше хотим достроить нейронную сеть. Мы уже ранее делали как минимум в двух работах такие комбинации с нейронными сетями, когда есть еще обратный фидбэк от нейронной сети градиенты и деревья обучались, там либо градиентный бустинг обучался, а, ну, собственно, дважды обучался градиентный бустинг в разных задачах. При этом элементы ансамбля тогда могут становиться зависимыми, то есть, если там был, скажем, стекинг каких-то градиентных бустингов, и мы потом поставили нейронную сеть и все дообучаем end-to-end, то это перестает быть, ну, свойства стекинга теряются, потому что модели становятся зависимыми. Поэтому мы хотим сделать без этого дообучения, то есть достроить такую сеть, которая бы оперировала с уже построенным ансамблем. Такого раньше не было, это вот новый подход полностью, и здесь мы хотим использовать не просто выходы, у деревьев решений такое плохое, скажем, свойство, чтобы их использовать как преобразование признаков, что оно очень мало степеней свободы имеет, но оно такое жестко-дискретное. То есть, если мы будем записывать номера листьев, например, в качестве эмбейдинга и будем двигать немного входную точку, то эмбейдинг меняться не будет. и это очень сильно ограничивает применение модели, поэтому мы наоборот хотим использовать структуру деревьев, но как бы вспомогательной, усилить их нейронными сетями. Вот, поэтому мы строим такую сеть с точки зрения предыдущей части доклада, по сути, это вот тот же АБРФ, только в котором, точнее даже это ЛАРФ, самая последняя модель, только в которой внимание уже сделано в виде нейронных сетей, но внимание вообще реализуется как через скалярное произведение каких-то сетей, которые считают эмбейдинги, в отличие от предыдущих подходов, у них было существенное ограничение, что надо было обеспечивать, ну, мы хотели обеспечивать линейность по параметрам, а здесь, раз мы уже используем нейронные сети, то мы можем, кроме того, что оценивать игроки, можем также пытаться реконструировать вход, и когда мы собираем такую целую нейронную сеть, функция потерь может быть комбинацией из исходной функции потерь по восстановлению целевой переменной с реконструкцией кода, что позволяет делать, во-первых, это регуляризация довольно очевидная, во-вторых, можно потенциально даже убрать изначальную целевую функцию, оставить только реконструкцию, сделать сами супервайс ленинг. Очень интересно, что получилось. Извини, интрига так нарастает, нарастает, нарастает. Да, на самом деле еще много чего предстоит сделать тут, идея кажется очень хорошей. Ну вот схематично выглядит так, что есть некоторая точка, тут сразу можно некоторые ограничения подметить, есть некоторая точка входная X, она отендится к точкам в листе, вот она очевидно не может оказаться за их выпуклой комбинацией, такое ограничение, в случае, если она находится сразу... Почему она не может оказаться за выпуклой комбинацией, если она может быть больше? Да, в смысле вот есть X, мы его отображаем в какую-то точку с помощью attention, вот то, куда мы отобразили, оно уже будет точно в выпуклой комбинации, просто по определению, потому что мы задаем X как выпуклую комбинацию вершин. А, понятно. Соответственно, ну, выпуклая комбинация вершин, она в выпуклой оболочке всегда. Вот, это достаточно серьезным ограничением может быть в задачах, которые решались бы, например, хорошо линейной регрессией, они могут плохо решаться, ну, такие задачи экстраполяции, например. Тут просто всегда будет все сводиться к интерполяции. Значит, получив вот по представителю вот каждого дерева, они, эффектора объединяются через attention, и все обучается уже end-to-end. Здесь мы можем использовать, добавлять новые данные по мере их поступления, не перестраивая деревья, записывать их в листья. Получается довольно гибкая схема. тут такой очень простой пример. Можно реализовать некоторую интерпретируемость. На картинке сразу скажу, у нас есть набор точек, по которым мы построили оригинальный лес. Тут очень мало точек выбрано, поэтому лес плохой. Далее показываются размером точек до оптимизации это мы просто случайным образом инициализировали нейронную сеть. Получилось, кстати говоря, очень неплохо, но весами мы веса обозначены размерами точек. После оптимизации веса здесь становятся у правильных точек большими, ну и реконструкция точки становится ровно под ней. Значит, объяснение примеров становится возможным, потому что разумно рассматривать леса примеров как значимости. У нас здесь есть полная линейность по примерам. Это очень интересная особенность, что если бы мы брали весь датасет, это бы почти никакого смысла не имело, размывали все точки. Тут мы заранее с помощью леса получили уже семантические близкие с точки зрения задачи точки, среди которых мы уже можем их взвесить простым механизмом локально и получить их значимость. Вот. Может возникнуть вопрос, что в трансформере есть дебаты по поводу того, соответствуют ли веса внимания значимости, но у нас выход линеен, у нас нет никаких дополнительных слоев нейронной сети после, поэтому это действительно является значимостью. Ну и вот... Что такое значимость? Ну это... Да, да, если... То есть это просто линейный взнос, размер взноса, то это окей, значимость. Да, 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 скажем так, да, вклад очевидно. Да, ну и вот такая же иллюстрация для примера обучения с частичным привлечением учителя, то есть когда малая размеченная выборка, по ней можно построить лес, дальше берется неразмеченная выборка и оптимизируется веса нейронной сети так, чтобы реконструкция получалась более точной. И это также может, но тут сильно зависит от задачи, если исходных данных все-таки было насколько-то достаточно, это может повысить точность модели. Вот тут на иллюстрации достаточно красиво получается. так. Самое интересное это с точки зрения обработки естественного языка, поскольку мы брали старание модели внимания, по сути у них смысл был как у ядерной регрессии, но мы можем теперь вернуться к исходным трансформеру, можем сказать, что исходный набор данных это слова, слова это пары x и y и лес он умеется составлять из слов различные предложения. Каждое дерево может определить какое предложение соответствует данной точке и мы можем применить к этим предложениям трансформер, ну скажем добавив к нему некоторый токен из запроса, где слово не полное у него нет и греха и получить таким образом оценку целевой перемен. То есть вот в терминологии получается дерево это документ, в котором листья это предложение, новая точка это запрос. Интересный вывод это еще не проверено на практике, по сути можно использовать любой трансформер, то есть мы реализовывали трансформер достаточно простого вида, максимально простого вида, но можно сделать произвольным количеством голов и ну главное что усовершенствование трансформеров, которые очевидно будут в ближайшее время, они могут тут быть применены. переходя к ограничениям, ну я по сути о них уже говорил, что с одной стороны модель может сглаживать выбросы по вектору признаков за счет того, что отображает в опуклой оболочке, с другой стороны она не может экстраполировать, реконструкция только линейная это тоже могут быть проблемы, мы конечно говорили о табличных данных, но если представить себе например изображение, то там линейная реконструкция из даже семантически близких объектов, она все равно даст неадекватное изображение, которое не из распределения изображения, какую-то смесь, если представить например цифры, смешать тройку с единицей получится несуществующая цифра. кроме того конкретно про последнюю нейронную сеть ее можно как раз сколько угодно сложно делать, дальше если мы захотим решать задачи с табличными данными, например если их количество возрастает или какие-то другие форматы выходов например изображения генерировать это все можно пробовать делать архитектура в теории позволяет но в сравнении с деревьями решений там все удобно там мало параметров и достаточно просто их перебор спустить кросс-валидации и все здесь их нужно будет подбирать вручную потому что очень большое пространство поиска и это конечно задерживает от многих экспериментов ну в дальнейшем совершенно очевидно как можно оптимизировать производительность такой сети это действительно полезно должно быть на практике для датасетов например для задач выживаемости те функции потяги на парах разумно внимание заменить на некоторую нейронную сеть которая его приближает и имеет быстрее вычисляться также вот эти последние разработки можно применить к кредентному бустингу более сложные трансформеры и вот также проверять это все на новых задачах на данном слайде представленная схема разработанных методов тут слева по горизонтали запрошены различные задачи сверху вниз семейства ну только говоря тут два семейства нейронной сети и без них вот этот neural attention forest он размещает и то и то мягкие деревья по сути уже нейронные сети полностью вот тут опять же остается много пространства для большое пространство для дальнейших разработок вот соответственно хотелось бы закончить на том что механизм внимания оказывается полезным не только для задач обработки естественного языка последовательности разработали множество моделей на основе этого механизма и он позволяет фреймворк позволяет дальше развивать эту область еще множество задач открытых на данном слайде можете видеть список наших публикаций если будет желание более подробно ознакомиться по ну сверху по началу доклада и дальше по этой теме те которые на архиве они в процессе публикации спасибо за внимание спасибо все-таки возвращаясь к вопросу который я там в середине задал ну и заодно напоминаю коллегам что если хотите задать вопрос пишите в чате ну помимо того что мы на какие-то пункты процентные поднимаем точность и то не всегда все-таки преимущество этих методов то есть оно какое-то явное есть или может быть на каких-то задачах мы ну то есть может я просто этого как-то упустил из внимания да и может мы на каких-то задачах все-таки существенно поднимаем точность или мы какие-то задачи не могли раньше решать а теперь у нас появилась возможность решать да ну вот по поводу точности там все-таки есть достаточно существенные приросты скажем для задач которых деревья решений хорошо работали для этих задач это все-таки может быть действительно большим приростом дальше ну то есть если их в принципе нельзя было нейронными сетями решать вот это способ хоть как-то буст получить ну дальше мне кажется более интересно вот по сути это такая связь между миром деревьев решений с табличными данными нейронных сетей и тут очень большое пространство задач которые можно решать в принципе нейронными сетями которые деревьям решений не поддаются и вот мы реализовали как бы этот переход дальше можно много задач соответственно новых решать то есть хорошего надо сейчас взять все задачи и пробовать где профит звучит да по сути так понятно ну что ж спасибо большое Андрей спасибо большое коллеге у нас сегодня был очень технически насыщенный семинар всем спасибо увидимся на следующем семинаре всем пока спасибо спасибо